Меня зовут Ольга Ратамонова, я работаю в центре дружеской подростки и подростковой медицинской клиники, и моя коллега Ольга. Ольга Пирожник, я работаю в центре ЮНИКС, психологом. Наша задача была написать схему и разобраться, что полезного мы можем взять от общественных организаций и чем мы можем поделиться с ними. Общественные организации. Мы с девочками совещались и решили, что если начинать сначала, то первое, что может дать нам общественные организации, это идеи и темы для работы. То есть, возможно, это какие-то новые для нас формы работы, ресурсы, мы это назвали. То есть, те какие-то схемы, которые мы не используем, потому что, ну, работая в поликлинике обычной, да, вряд ли, многие из вас проводят какие-то тренинговые занятия, там, аттрактивные формы обучения. То есть, ну, как бы мы с этим незнакомы и не встречались. Следующее, что может нам предоставить общественные организации, это ресурсы. Ресурсы и идеи. Ну, кажется, что это как-то одно из другого вытекает. С одной стороны, они могут нас мотивировать, общественные организации, а с другой стороны, они могут нам давать какие-то... какую-то почву, какую-то материальную вазу в виде мотивационных пакетов, ну, и какого-то материального снабжения, так, и какого-то информирования, потому что специалистов общественных организаций опыт, как правило, больше, они ездят по миру, они учатся, они знают опыт стран. А, то есть, даже вот те же презервативы, да, согласитесь, что государственные учреждения здравоохранения не закупают их для детей, да, чтобы мы раздавали, а вот как бы с помощью общественной организации уже у нас будет такая, ну, как-то помогать. Ну, по-моему, да, вот самое главное, наверное, это контингент группы риска, то есть, ну, работаем мы в поликлинике, и на улицу, конечно, мы не выходим вот для поиска этих подростков. То есть, в лучшем случае, если социальные педагоги школу нам приводят, да, ну, либо дети сами обращаются. А тут уже те, как бы, общественные организации, которые именно в поле работают, вот эту авторич работу проводят, будет очень неплохо, конечно, если эти подростки, да, либо просто люди группы риска, если они будут приходить мотивированные уже именно для оказания медицинской помощи в нашем центре. Я по этому моменту могу добавить, что центр ЮНИКС работает во Фрунзенском районе. Фрунзенский район один из самых больших в городе Минске. Но, как правило, мы работаем с десятком школ, которые находятся в ближайших квадратах Кунцевщины, Запада, и редко кто приезжает к нам из метро Пушкинского, Фрунзенского, ну, то есть, как бы, мы ограничены, мы ограничены и по возрасту, мы ограничены какими-то нормативными документами, и, как правило, мы работаем от того центра, а от каких-то? Да. И последнее, что мы написали, это повышение значимости центров. То есть, когда мы работаем с общественной организацией, в некотором роде, хочется сказать, что мы повышаем значимость центров у контингента из-за подростка, когда, которые, допустим, слышали, что вот есть, к примеру, организации клубов ЮНЕСКО, они знают, что это что-то на слуху, что-то такое известно, и вот, как бы, зная о таком сотрудничестве, то есть, в некотором роде, повышается авторитет наших центров. То есть, мы не просто поликлиника, там, не просто профилактическое подразделение поликлиники, а, как бы, уже какая-то организация, которая имеет связь с общественной организацией. Ну, это момент, который бурно обсуждался до того, как мы вышли, да? Когда мы звоним в школу и просто назойливо, навязчиво пытаемся причинить пользу в направлении ЗОЖ и уговариваем, попрашиваем. Ну, и стоит сказать, что, уважаемая соцпецслужба, у нас есть шикарный проект, какие-то задействованные организации, и всем сразу хочется, и всем сразу нравится, и всем сразу интересно. Ну, вы вынуждены будете звонить, я извиняюсь, что вмешивайтесь, потому что школа загружена в детстве. Да, понятно. И соцпец загружен тоже. Мы, как бы, все, кстати, визжаем, когда ты говоришь, что это шикарный проект. Ну, это ситуация наша реальность. Да, ну, мы и говорим про реальность. Ну, и второй наш вопрос был, это, что, собственно, центры дружеские подросткам что-ли могут дать с помощью как по общественной организации для работы. Чем мы можем быть связаны? Да, прежде всего, это, как бы, самое банальное, это вот наша материально-техническая лечебная база, да, то есть наше помещение, наши специалисты, наши оборудования в лаборатории, то есть где же тесты по крови, на них уже можно сдать нашей больнике, то, чего нам, к сожалению, не сдать. Нет, ну, обычные тесты, то есть риск на... Через курс, по крови, по концу, по концу, по концу. Вот, то есть, ну, как бы, наши специалисты стены. В этом вопросе могу добавить, что мы можем быть полезны в материально-технической базе, да, в том числе. Почему? Потому что центры разбросаны по всем районам Минска. И это помещение, и это доступность, ну, и это про удобство в том числе. То есть, сотрудничая с нами, вы можете всегда созвонить, сказать, вот нам в районе консовщины хотелось бы провести тренинг, давайте вместе. И мы всегда рады откликнуться и сотрудничать с вами. Следующая. Медико-психологическое сопровождение, это, в общем-то, те же человеческие ресурсы, которыми обладает Минск, обладает центр, то есть то, что может помочь именно общественным организациям в произведении работы. Социальная защита. Мы долго думали, как сказать покорректнее. В данном моменте мы что имели в виду? Что работая на базе поликлиник, мы являемся госучреждением. И когда человек узнает о том, что специалисты или данная организация является организацией государственной, он понимает, что он защищен. Защищен социально, законодательно, и, ну, может что-то требовать. И таким образом уровень тревоги у него снижается, правильно? И какое-то доверие формируется быстрее. Поэтому вы можете пользоваться нами, ну, еще и с этой стороны, потому что, ну, мы предположили, мы не знаем наверняка, но мы предположили, что у большинства обывателей общественная организация может ассоциироваться, ну, как что-то такое вот. На общественную начало. Не совсем понятно. Да, ну, не совсем такое. Когда говорят, что это очень дает рухарнея, то как бы все знают, что там есть процедурный кабинет, там есть врач, медсестра, там можно дать кровь, как-то... Друзья поделение, о котором можно пожаловать. Я пишу. Ну, и последнее, что мы написали, это человеческий ресурс. Человеческий ресурс, это те наши школьники и студенты, которым мы стараемся причинить пользу, и, ну, каким-то образом можем поставлять вам. Как не я считаю, что это вам. Поставлять, потому что, как правило, 10 детей классов приходят в сопровождении социального педагога, классного руководителя, и их, правда, полиферия. Да. Ну, вот таким образом мы увидели, чего можем взять и чем поделиться.